Мне трудно представить, что весь этот результат был связан лишь с моей работой, с тем, что я сделала, или то, что мой вклад был настолько важен. То есть я, конечно, сыграла определенную роль в самом начале. Мои исследования легли в основу вакцины и были важными. Но я всегда подчеркиваю, что важную роль сыграли и многие ученые, и специалисты по биотехнологиям, в Pfizer и других компаниях. Я вижу себя одной из них. Вам неоднократно говорили «нет» университеты, другие работодатели. Они просто не верили в перспективность этой разработки. Что заставляло вас продолжать исследование и верить в то, что вы делаете? Я считала, что матричная РНК, если убедить коллег в ее перспективности, может быть полезной. Потом нам удалось продвинуться и получить результаты исследований на животных. Наконец мы начали вводить МРНК животным и отслеживать биологические реакции. Поэтому я настаивала на перспективности этой работы. Я видела прогресс. И для меня было важно, что каждый раз, когда какой-то биохимик получил грантовую поддержку, мне удавалось убедить его, что важно провести исследование матричной РНК. Только так эта идея смогла выжить, потому что в США, как вы знаете, необходим грант, чтобы что-то исследовать. Поэтому я убеждала тех, кто получил грант на что-то другое, что и у этой работы есть большой потенциал. Так у меня появлялся коллега, который тоже был рад прогрессу в этих исследованиях. А каковы ваши ощущения от того, что ваши исследования получили признание во всем мире? Вы знаете, при разработке вакцин тестировали разные теории. Использовали и обычную РНК, и механизм репликации. Но информационная РНК, над которой работала я, показала лучший результат. Поэтому в клинических испытаниях отдали приоритет ей. 8 ноября мне позвонили, а на следующий день было объявлено об эффективности вакцины в более чем 90% случаев. В клинических испытаниях приняли участие более 40 тысяч человек. Я это предвидела. Мне были известны ранние данные. Высокий уровень образования антител. Я знала результаты предыдущих исследований. Мы получали подобные результаты со всеми подопытными животными. Поэтому я ожидала, что и здесь всё сработает. Так что меня это не сильно удивило. Я не знаю.